У многих пользователей компьютеров возникает закономерный вопрос, почему моя операционная система лагает, тормозит, тупит, почему в играх проседает FPS и так далее. В ответ на этот вопрос я записывал очень полезное и действенное видео. По теме, как поднять FPS в играх в операционной системе Windows 10, а также убрать лаги и зависания. Ссылку на данное видео я оставлю в описании. А в этом видео я хотел бы отдельно поговорить о некоторых встроенных, а также не встроенных в операционную систему Microsoft программах, которые, несомненно, очень тяжелые, тратят огромное количество ресурсов вашего компьютера и, естественно, создают лаги и торможения вашего ПК. Конечно, как всегда, это не касается новых, современных, мощных компьютеров, так как они все это тянут. Но для старичков и динозавров есть некоторая информация, о которой мы сейчас и поговорим. Здесь речь пойдет о безопасности и обновлении Windows. Конечно, как вы понимаете, раз речь пошла о безопасности, значит, то, что мы с вами будем отключать, а это именно антивирусную программу, также антивирусную защиту стандартную, но речь у нас пойдет о защитнике Windows, а также о антивирусных программах, которые тратят очень много ресурсов вашего ПК. Естественно, как вы понимаете, отключение или удаление таких приложений может вести за собой огромное количество последствий, так как эти приложения занимаются защитой вашего компьютера от различных угроз, то есть вирусов. Поэтому при отключении таких программ вы, несомненно, рискуете подвергать свой компьютер еще большим потерям. Поэтому подумайте хорошенько, прежде чем это делать. Ну и начнем непосредственно с антивирусной программы. Если вы хотите добиться каких-то результатов от вашего старого компьютера, чтобы он работал нормально, не зависал, то, естественно, антивирус в него мы включать не будем. А если он имеется, то мы его удалим. В моем случае это DrWeb. И действительно, я замечаю, что периодически он просаживает неплохо мою операционную систему. Поэтому я перейду в панель управления, удаление программ и удалю антивирус. Далее в очереди у нас стоит защитник операционной системы Windows. Это стандартное приложение операционной системы Windows 10, а также предыдущие ее 8. Есть также защитник и в 7. Там он отключается немножечко иначе, тоже через панель управления. То есть вы заходите в панель управления, находите здесь, выбрав крупные значки, защитник Windows, и там будет пункт отключить. Здесь тоже есть данные операционной системы отключения защитника с помощью интерфейса. Но это ненадолго, то есть через какое-то время он опять запустится. И вообще, простой способ я сразу же покажу. Это отключение на время данных приложений. То есть мы выбираем диспетчер задач, автозагрузка. И здесь отключаем как антивирус, так и защитник Windows из автозагрузки. Перезагружаем компьютер, и какое-то время обе программы включаться не будут. Если вы удалите просто антивирусник, то автоматом будет на полную катушку работать защитник. Сейчас я покажу, как отключить защитник Windows в операционной системе Windows 10. А потом немножечко расскажу про службу обновления, которая также тратит немало ресурсов ПК. Первое. Нажимаем сочетание клавиш Win плюс R. Пишем сюда такую команду. JP, Edit, MC. Нажимаем ОК. Так мы войдем в групповые политики операционной системы. Далее ищем конфигурацию компьютера. Чтобы было виднее, сделаем так. Выбираем административные шаблоны. Жмем туда стрелочкой, они на сами папки. Компоненты. Ищем здесь антивирусная программа защитник Windows. Именно этот пункт. Теперь жмем не на саму стрелочку, а на папку. И видим справа в окошке все компоненты политик операционной системы Windows. Здесь мы будем сейчас выполнять манипуляции по подключению защитника Windows полностью. Итак, здесь мы находим такой пункт. Выключить антивирусную программу защитник Windows. Левой кнопкой мыши нажимаем два раза на него. И здесь выбираем включено. Это отключит программу защитник Windows. Отключит полностью. Нажимаем применить и ОК. Далее ищем такую службу. Разрешить запуск службы. Защита от вредоносных программ. Выбираем ее. Вот здесь мы ставим уже отключено. И жмем применить. Аналогичным образом делаем вот с этим пунктом. Разрешить постоянную работу службы защиты от вредоносных программ. Тоже отключено. И применяем. Теперь заходим в подраздел защита в режиме реального времени. Здесь ищем выключить защиту в реальном времени. И здесь ставим включено. Жмем применить. ОК. Чуть не забыл. Вернемся обратно. И здесь найдем вот такой пункт. Проверять все загруженные файлы и вложения. Откроем его. Здесь поставим отключено. То есть не проверять. Применить. ОК. Теперь продолжим дальше. Теперь заходим в еще один подраздел. Maps. И здесь отключаем все. По очереди. Отключено. Отключено. Здесь, если вы хотите отправлять какую-либо статистику Microsoft, можете не отключать. Но мы отключим. Просто можно было бы сделать так. Включить. И выбрать здесь параметр. Но мы отключим. Таким образом мы отключили полностью защитник Windows. И после перезагрузки компьютера защитник Windows может вас только лишь беспокоить о том, что он отключен. То есть постоянно будет всплывать оповещение, что защитник Windows отключен. Итак, от антивирусной защиты мы с вами избавились. То есть мы высвободили приличное количество ресурсов нашего компьютера. И теперь они свободны для других действий. Про автозагрузку я вам сказал в диспетчере задач. Если что-то нужно отключить типа антивируса на время. Сейчас еще хотел бы вам сказать про службу обновления Windows. Она тоже не слабо грузит компьютер. Конечно здесь есть еще множество параметров, которые можно отключить. И Windows будет работать быстрее. Можно вообще все стандартные приложения поудалять, подключать все службы. Конечно же Windows будет работать быстрее. Ну и учтите тоже, что отключая любые из служб операционной системы, вы теряете какие-то функции. Поэтому все закономерно. Зайдя в службы, мы с вами видим в самом низу центр обновления Windows. И мы видим, что он выполняется. Нажмем на нем правой кнопкой мыши и свойства. И в типе запуска установим отключена. И нажмем применить. И опять же, центр обновления отключится лишь на время. Но все же нам этого достаточно, чтобы выполнить какие-то функции, поиграть в игру и так далее. В этом видео я вам пояснил, какие одни из самых весомых служб и приложений грузят компьютер наиболее сильно. И которые можно отключить. И как это сделать. Конечно же, ваша операционная система грузит и другие весомые приложения, такие как Xbox DVR. Но я еще раз повторюсь, я оставил ссылочку в описании. Вы можете посмотреть еще одно видео. Там более подробно описано, как отключить множество компонентов и оптимизировать вашу операционную систему без потери функциональности. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещение, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.